Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Димитровграда разработана на ближайшие 8 лет. Главная ее задача – обеспечить потребителей светом, газом и водой по доступной стоимости. И, конечно, создать надежность и эффективность систем коммунальной инфраструктуры. На заседании отметили, на реализацию данной программы до 2020 года необходимо будет затратить свыше 27 миллиардов рублей. В мае этого года вышел приказ Минрегиона, в котором ПКР является основополагающим документом для получения федеральных денежных средств в виде субсидирования, в виде льготного кредитования, в виде представления субгарантий по долгосрочным кредитам для организации коммунального комплекса под реализацию инвестиционных программ. Также в соответствии с стратегией развития города с генеральным планом данный документ тоже необходим. Депутатам докладывают, финансироваться программа будет из бюджета в трех уровне и вне бюджетных источников. Согласно проекту, местная казна на себя возьмет только 1%. Я считаю, что необходимо эту программу принять и чтобы это работало дальше. Есть другие предложения? Я ставлю на голосование. Кто за это предложение, прошу голосовать. В итоге по этому вопросу народные избранники проголосовали единогласно с рекомендацией принять данную программу на пленарном заседании городской думы, которое состоится 26 октября. Также на совещании депутаты своего числа выбрали представителей, которые войдут в состав рабочей группы по разработке схем теплоснабжения города и рассмотрели вопрос о готовности Димитровграда к началу отопительного сезона. Эту тему депутаты держат на постоянном контроле. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок, Новости Димитровграда.